17 января 1970 года состоялся первый полет советского штурмовика Су-24, который по кодировке НАТО получил название «фехтовальщик». Тестовые вылеты иногда сопровождались неприятностями и аварийными ситуациями, в частности из-за конструкции двигателя. Возгорался компрессор, что приводило к быстрому разрушению штурмовика в воздухе. Сегодня задача в этой самолета, как и 49 лет назад, нанесения бомбово-ракетных ударов в любое время суток и в любых метеорологических условиях. В 17 января 1942 года родился Мохаммед Али, один из самых известных боксеров в истории, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира. В его копилке 61 бой и только 5 поражений. Заниматься боксом Али стал в 12-летнем возрасте, после того, как у него украли красно-белый велосипед. Сообщив о краже полицейскому, он пообещал избить обидчика. В ответ ему посоветовали вначале научиться технике. Через 6 недель мальчик выиграл в своем первом любительском бою. Звезда спорта позже отказался служить в армии США и участвовать в войне во Вьетнаме, которую он считал несправедливой. Из-за отказа его приговорили к пяти годам тюрьмы, но подав апелляцию, ему удалось избежать этого. Но вот титула чемпиона мира его лишили и запретили выходить на ринг в течение трех лет. Но он руки не опустил, в это время тренировался и выступал на сцене. Он сыграл главную роль в бродвейском мюзикле. В 1980 году, в возрасте 38 лет, после двухлетнего перерыва в спортивной карьере, Али впервые проиграл досрочно. Во время поединка у боксера проявились первые признаки боления Паркинсона. 17 января 1962 года родился Джим Керри, американский киноактер, в копилке которого более 200 ролей. Он известен по фильмам «Маска», «Эйс Вентура», «Брюсси Могущий», «Шоу Трумана» и многие другие. Однако звезда ни разу за свою карьеру не выдвигался на «Оскар». Примечательно, что в детстве Джим Керри, стоя у зеркала, пародировал Брежнева и Джека Николсона. Актер-вегетарианец, а еще обожает самолеты. В 2001 году он приобрел летный аппарат за 45 миллионов долларов. Примечательно, что Джим первый в истории актер, который получил 20 миллионов долларов за роль в фильме «Кабельщик». А еще комик должен был играть роль знаменитого Джека Воробья. Однако актер сделал выбор в пользу фильма «Брюсси Могущий». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова